здравствуйте дорогие друзья я хочу вас познакомить с одним из супов которые можно очень легко приготовить на даче он не будет занимать много времени достаточно сытный и очень хорош в жаркую погоду но суп из ревеня наверное мало кто варит вот я вас хочу сегодня познакомить с таким супом из ревеня он богат и различными минералами и различными витаминами и просто очень вкусный для приготовления нам необходимо картофелина лучок собственный ревень морковка петрушка укропчик в общем вся та зелень что есть у нас на даче итак у меня уже стоит на огне вода я жду когда она закипит а тем временем беру картофель и начинаю его резать я думаю что будет красиво в тарелке смотреться картофель порезанный достаточно мелким кубиком поэтому так мы и делаем берем картофель порезанный и кладем его так вот аккуратненько не спеша в кастрюльку пока он у нас будет готовиться каждый знает что картофель в среднем варится около 20 минут но так как у нас порезан мелко я думаю что ему будет вполне достаточно минут десяти мы за это время подготовим такую зажарку возьмем морковку это я сегодня просто продергивала морковь и взяла самую мелкую из того что вырвала жалко чтобы пропадала добро слегка почистим коль скоро у меня уже морковка достаточно мелкая то я ее просто буду резать у меня получится меленький такой кружочек так вот у нас уже практически морковка то и готова берем лучок где тут на нашей тарелке лучок и порежем его полукольцами а так как мне кажется это будет слишком большая единица в нашем супе то я еще сделаю более мелко так наша готова части теперь мы это будем поджаривать итак мы поставили сковороду на огонь немножечко положили растительного масла берем наш порезанный лук и морковку и точно так же не торопясь складываем на сковородку поджаривать много не стоит просто чтобы отдал свой аромат лук а морковка пропиталась маслом и тогда она будет гораздо полезнее для нашего организма и так следующий наш этап мы должны с вами подготовить ревень и так мы берем ревень он разный конечно вырастает и огромных размеров и не очень больших и просто его начинаем рвать руками но это просто для удобства чтобы легче было потом резать аккуратненько его разрезаем сначала вдоль а потом будем резать поперек но это как у нас получится как у кого-то возьмет очень мельчить я не советую потому что ревень и варится во первых быстро и может мы с вами подготовили ревень и так картошечка у нас с вами уже поварилась где-то примерно 10 минут берем зажарку и аккуратненько складываем в кастрюлю пусть она подружится вместе с картошкой потом не ожидая никакого времени мы будем сразу класть сюда ревень он у нас уже с вами готов мы его вот так вот аккуратненько не спеша иначе он может просыпаться у него есть такое свойство как у любой зелени взять и рассыпаться в самый неподходящий момент помешали и прикрываем кастрюльку крышку пока у нас варится ревень мы с вами порежем оставшиеся зелень это во-первых лук разный какой у вас произрастает на даче это не важно главное на ваш вкус угодить это петрушка это укроп режем какие-то я оставляю достаточно крупные листики петрушки мне кажется некрасиво будут выглядеть потом в тарелке и так ревень у нас уже варится 3 минутки мы берем нарезанную зелень тоже ее помещаю в кастрюльку и практически наш супчик с вами готов будем готовиться к подаче выключаем газ все на приготовление супа у нас с вами ушло 15 минут суп мы с вами сварили теперь приглашаем к столу наших едоков для того чтобы суп был более вкусный и полный что ли отдача вкуса было я предлагаю еще положить в каждую тарелку мелко нарезанное яйцо а затем когда мы нальем уже суп можно добавить сметаны сметанка у нас не своя но деревенская даже они называют это не сметаной а сливками столько наверно будет достаточно впрочем есть у каждого свой вкус перец по вкусу кто как любит всегда можно добавить приятного всем аппетита